Доброе утро, область просыпается И снова новый день начинается Первый Ярославский сделает твое утро бодрым В отличном настроении пойдешь на работу И не важно, маленький ты или взрослый Утро надо начинать с овсянки Все просто, чтобы сегодня все было отлично Включай в 7 утра наше шоу, это логично Овсянка, овсянка Доброе бодрое утро, друзья, это телеканал Первый Ярославский шоу овсянка И мы вместе с вами уже готовы распахнуть объятия Навстречу новому дню, 16 октября на календаре Пятница, и это уже шикарнейший повод Порадоваться и улыбнуться сегодня Глядя в свой любимый телевизор, конечно же Потому что шоу овсянка придумано только для того Чтобы заряжать вас радостью и позитивом Сегодня в нашем выпуске Занимаемся спортом вместе с Юлией Артеменко Продолжаем прогулки по Ярославе И познакомимся с церковью Богоявления Ну а теперь для того, чтобы нам взбодриться по-настоящему Давайте устроим мощную тренировку Ну а проведет ее наша очаровательная Юлия Артеменко Всем доброе утро Меня зовут Юлия Артеменко Сегодня со мной Татьяна Чтобы ваш день был энергичным и бодрым Выполните небольшой комплекс упражнений вместе с нами Давайте начнем Сделаем глубокий вдох Потянемся руками наверх И на выдох мягко опускаем руки вниз Еще раз вдох Удлинитесь за макушкой от седалищных костей И на выдох мягко опускайте руки вниз Позвольте рукам всплыть вверх Удлиняйтесь через кончики пальцев И на выдох Как будто хотите достать до стены Опустите мягко руки вниз Сделайте глубокий вдох Поднимите плечи наверх И на выдох как будто хотите дотянуться до кончиков ковра Еще раз вдох И на выдох Потянемся и удлинимся От седалищных костей наверх за макушкой Последний раз И оставим плечи далеко от ушей Направим взгляд вниз И взгляд вверх Еще два раза на выдох Опустите голову вниз Огните шею Вдох Посмотрите наверх Улыбнитесь Выдох Еще один раз И вдох Отлично Наклоняйте голову вправо и влево Делайте глубокий вдох и выдох Просыпайтесь Отличное настроение И заряд на целый день точно обеспечен Сделайте еще один раз Вдох и выдох И потянитесь за макушка вверх Как будто вы сели вдоль стены И левой рукой скользите вверх Такое широкое и длинное движение И на выдох опускайте руку вниз Еще раз Тянитесь вверх и в диагональ Мы выполняем с вами латеральный наклон Вдох От седалищных костей Удлиняйтесь и тянитесь Выдох Отлично Еще один раз Выдох и вдох Самое главное Не задерживайте дыхание И удлиняйтесь Тянитесь Останьтесь здесь Левая рука удлиняется И тянется в диагональ А право отталкивает Ваш грудной отдел наверх Приподнимая его над тазом На выдох Широкое движение Коснитесь мизинцем И на вдох Посмотрите вверх Еще один раз Выдох Коснитесь мизинцем И удлиняя руку Как стрелу Посмотрите вверх На выдох Тянитесь 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 Вы молодцы У вас все хорошо получается И мы поменяем руку Выдох И вдох И снова Такое широкое Длинное движение Выдох По большой амплитуде Потянулись Коснулись мизинцем И посмотрели наверх Левой рукой Хорошо Отталкнитесь И удлинитесь В этом положении И еще раз Вдох И выдох Хорошее Щедрое движение И раскрыли Грудную клетку Отлично Сделали вдох Потянулись Сверх Соединили ладонью Вместе Приклеили друг к другу А теперь приклеили К груди Не сделайте вдох Снова Ваш позвоночник Стал длинным И красивым На выдох Ротация В грудном отделе Делаем вдох И тянемся Как будто над вами магнит Еще один раз Выдох И вдох Почувствуйте Внутри вас Пружинку Растяните ее наверх Представляя Что над вами магнит Вы все время тянетесь И удлиняетесь Выдох И вдох Ваши седалищные кости Это ваша основа Макушка Вытягивает вас Сделайте вдох И выдох Последний раз Ротация В грудном отделе Молодцы Руки опустите вниз И проскользите руками вперед Далеко Далеко Как получится И вернитесь снова В исходное положение Сделайте вдох И на выдох Тянитесь 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 Дотянитесь до нас Отлично И снова Наверх Удлинитесь За макушкой Еще один раз И мы останемся В этой позе И далеко Далеко Еще дальше Потянемся И поднимаемся Наверх Расправляем плечи Делаем глубокий вдох Обхватили голень И на выдох Живот Внутри Вверх Начинаем Округляться В грудном И в поясничном отделе Посмотрите Себе на живот И сделайте вдох Как будто выныриваете Наверх Растите Еще раз Выдох Живот Внутри И в центр И внутрь И еще Округлитесь И вдох Потянитесь Наверх Живот Внутри И вверх Поясница Раскрылась Взгляд На живот Сделайте Вдох И потянитесь Удлинитесь Наверх Соедините руки В замок И на выдох Толкните руками Еще больше Округлитесь Посмотрите Снова на живот На вдох Потянулись Наверх И на выдох Хорошее Щедрое движение В позвоночнике Круглый позвоночник И на вдох Наверх И последний раз Выдох Давайте Еще больше Раскроем Зону Между лопаток И на вдох Потянемся Руки Вверх 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 Тянутся До потолка Давайте Поочередно Левая и правая рука Тянутся Вверх Достаньте До потолка Потянитесь Молодцы И на выдох Опуская руки Мягко Освобождая шею Удлиняя шею И растягивая Всю линию позвоночника Сделайте хороший вдох Потянитесь руками До стен Руки длинные И красивые И на выдох Мягко опустите их Сделайте вдох Выдох Похлопайте себе Потому что вы Точно зарядились На целый день Спасибо вам большое Что были с нами Мы продолжаем Прогулки по Ярославии И сегодня Пришло время Познакомиться с церковью Богоявления Добрый день С вами Дарья Озимова Сегодня мы поговорим Об истории Храма Богоявления По своим художественным Достоинствам Это один из лучших Храмов города Ярославля Который имел Талантливого Но неизвестного Зодчего Храм был построен В камне В 1693 году И являлся Последним штрихом В задумке Ростовского митрополита Иона Сусовича По созданию Панорамы города Ярославля Со стороны Московской дороги Храм был построен На средство купца Гостиной Сотни Алексея Запченинова Храм по своей Архитектурной форме Является Бестолкным храмом И отличается Тем самым От многих храмов Ярославля В 18-го века Интерьер храма Нарядная барышня Поэтому не случайно В народе Храм прозвали Ярославской невестой Храм очень богат По своему внешнему Украшению Но на самом деле Был приходским И не таким богатым Ежегодно В праздник Богоявления Господня То есть Крещения В него стекали Жители со всего города Ярославля Потому что Рядышком с храмом На реке Котрасли Была образована Купель В которую мог Покунуться Каждый желающий Главными святынями Храма Были два резных Креста И глава Иоанна Предтечи Выполненная из дерева Один из крестов Сохранился И в наше время Сейчас его можно увидеть В запасниках Ярославского Художественного музея Заповедника В настоящее время Храм Богоявления Господня Принадлежит И епархии И музею Находится в совместном Ведении Михайлович, здравствуйте Здравствуйте У вас небольшой юбилей В этом году 30 лет вашей киношной карьеры Если вы помните 90-й год Фильм «Тело» Первая роль Потом такой большой Не, ну Кофе этот самый Мы успешем Второй дубль Давайте Равчин Помните ли вы Свой дебют В кино В фильме «Тело» 90-го года Я это помню хорошо Но главное, что Фильм «Тело» Это была не первая роль Первая большая роль А до этого В 82-м году Была поздняя любовь Масовка Первый мой выход На площадку В 87-м Мы снимали Фильм Филер Там у меня была Небольшая ролика Филера А как изменилось кино За последние 30 лет? Я слишком мало Снимался в советское время Так вот Выходил на площадку Понимал технологию Понимал Организационную Работу вокруг площадки А вот В 98-м Когда я стал К этому приобщаться То я скажу Что конечно Разница между Снятием советского кино И уже будем говорить Нового российского Огромная Ну Есть объективные Есть субъективные причины Объективные Потому что Само Ясно что время Поменялось Поменялось Стало все быстрее Все необходимо Потому что Есть коммерческая Составная А в советское время Все таки Было так Что кино снимали По году И по два И даже по три года Спокойно Взвешенно Переснимая Даже какие-то сцены Поэтому Я считаю Что с точки зрения Творческой И с точки зрения Главного Для чего кино создано Конечно Было более комфортно И более Профессионально Точно А уже 90-е Двутысячные годы Когда восстановилась Сами съемки Когда появились Появилась масса продуктов Как сериалы На каналах Конечно Там производство Диктует свои правила Поэтому И пять дней на серию И четыре дня на серию Такого не было В советское время Не могло быть Вообще Почему именно В Ярославле Снимается так много Фильмов Наша команда Мы все вместе Постарались создать За эти годы Немного не мало 20 лет Мы смогли создать Комфортные условия Пребывания группы И экономичные Самое главное Экономичные Плюс Одно из самых главных Поверьте Даже главные Денег И экономии Это конечно Локации Это То, ради чего Приезжают Сюда И наш город Определяют Главным В выборе Натур Это город Поэтому Это очень важно Вообще Я вам скажу Наш город Не настолько провинциальный Как бы вы не считали его Он провинциальный По географическим понятиям С точки зрения Творческой Он достаточно столичный Поэтому Нельзя так Определять Провинциальность Кино Тем более Нет Просто Те красоты Те интересные Локации Интересные Возможности Съемок Вот это Определяет Выбор Натуры Для кино Не надоест ли Зрителю Ярославль У нас были Такие Случаи Даже как в этом году И в прошлые годы Когда у нас Одновременно Работало 6-7 групп То есть Город-то небольшой В принципе Но Ни одна из групп Повторилась В своих Не только локациях А в съемке Одной и той же точки Они снимают Одну и ту же Допустим Беседку на набережной Но когда она Появляется в кино То совершенно Другие образы И работают Он не может Приездиться В этом плане Это все зависит Опять же От художников От операторов И еще Как они это видят Не может Надоест Ярославль Не может Он разный у нас В разное время года Разными локациями За городом Область То есть Он совершенно Он меняется И он меняется Очень быстро Каждые 3 года Что-то в новое Появляется Новые локации Новые Там квартиры Дома Где мы снимаем Поэтому Я думаю Что Дай бог Еще долго Не надоест Люди Которые С вами Работают Откуда Они Они не с улицы Но они Не заканчивали Университет Это та команда Которая работала В театре Которая перешла сюда Которая работала С моим бизнесом Это те Та команда Которая организационно Стала понимать Что такое кино И влилась В этот процесс Именно С всеми правилами Которые он создает Кинопроизводство Я вам скажу больше У нас Есть ребята Которые пришли к нам Работать лет 15 назад Рабочими по площадке А сегодня Они уже Вторые режиссеры И исполнительные продюсеры В Москве Не у нас И не у кого-нибудь А у Тимура Бигмагметова Там Женя Четвериков Допустим У него большой Огромный опыт И таких как его Таких как Женя У нас Очень много людей Кто ушел Отсюда С помощников режиссеров Так называемых Лопушек В Москву И работают Сейчас очень успешно Переходя уже во второй режиссер И много лет Как ярославцы И власти региона И города Относятся к съемкам Отдать должное Всем ветвям власти Отношение к кино Более чем Человек Не просто Потому что им там Кто-то сказал Или не обязан Это делать Там было постановление Президента Даже о развитии Регионального кино Нет Не потому что была указка А люди любят кино Они к нему И относятся С огромной любовью Конечно мы всех достали И я чувствую Что иногда Многие ворчат Начинают ругаться Писать Там допустим Письма Там поставили машину Закрыли вход Для работы магазина Хотя стоят На проезжей улице Как они могли закрыть Непонятно Но ходят Это понятно Что очень много неудобств Есть для населения Но большинство А это огромное большинство Кино любят Принимают Помогают все Очень Мне много звонков Во время сезона Когда просят А вот вам не нужно Для кино Мебель 70-х годов А вот это Заберите Можете А это забрать Все предлагают Могли просто выкинуть Не звоните А является ли актер Заложником амплуа Понимаете Конечно Является Конечно Я вам скажу Что Вот Евгений Леонов У него нет амплуа Он актер Так ты можешь сказать Да характерный артист Он актер И поэтому Если вы помните Его и кино карьере И были Масса комедийных работ Но и были Драматические Серьезные Трагические роли Поэтому К сожалению Сейчас да Типажность Она влияет На выбор Выбор актера На роль И никто из режиссеров Не рискнет Дать актеру Который запомнился В комедийном Дать ему что-то Как в итоге Редкий случай Кто вдруг из режиссеров Видит и дает У меня более ста картин Их не замечали Ну и работа Работа И после Именно после Молодежки Стали обращать внимание На мои работы У других работ В том-то и дело А все игры Плей-офф Будут проходить у нас Если бы не Бакин Я не знаю вообще Что было бы здесь Какой Бакин Вратарь что ли Нет Отец Он у нас струится Главным инженером Главным инженером Говоришь Да Николай Семенович Калинин Олег Иванович Вас спрашивает Мне вообще В этой жизни повезло В сравнении Со многими Обалденными артистами Просто охрененными артистами Мне повезло больше Потому что у меня Есть такие роли Которые Николи не перебьет С той же гидравлики В той же Во-вторых Я имею в виду Отец Кочубея В тех же Клоунах Там не совсем Кобедий И потом Есть фильм Который еще лежит На полке На первом канале Я надеюсь Его покажут Отец Кочубея Совсем Другая работа Сейчас Над чем мы работаем И нам осталось Еще 4 съемочных дня Мы ждем Возможность выезда За границу Потому что там Съемка только там И тоже будет Совершенно другая работа Поэтому в этом смысле Мне очень повезло Повезло По сравнению Со многими Знаменитыми Интересными Потрясающими Артистами Только потому что Кино Это все-таки Больше типажность В театре Они потрясающие Они и в кино Могут быть потрясающие Но режиссеры боятся Они стараются Искать вот так Вот так Типажи И не работают С артистами площадки Времени у них нет Особенно в сериалах Друзья Прямо сейчас Наша рубрика Мастер-класс Ярославские умельцы Порадуют вас Оригинальными Идеями Досуга Доброе утро Сегодня мы будем делать Вот такой вот Сову Это мастер-класс Для детей Начиная Можно даже С 6-7 лет Сову мы будем делать Из войлока У нас Просто Обрезочки Которые У нас Остаются От готовых изделий Работаем мы С шерстью Романовской породы овец Это ярославская Овечка Нет Этодоволяния Есть Сухое валяние Мокрое валяние Это войлок От мокрого валяния Который мы будем использовать Сегодня я хотела сделать Вот такую вот Красивую сову Это к войлоку Привален Павлопосадский Платочек Для этого нам понадобится Я беру Для своих поделок Просто Вот такие картинки Из интернета И вырезаю Трафарет Вырезаем Контур И детали Глаза И Крылышки Вырезаем Трафарет Обводим Маркером Или Фломастером Теперь Вырезаем Остальные детали Глаза И крылышки Из кусочка Кожи Берем клей И приклеим Детали К основному Контуру Контуру Завы И нам еще понадобится Маленький треугольничек Для носа Тоже из кожи В качестве глазиков Можно использовать Разные заготовки В зависимости от того Что вы купите В магазине В крайнем случае Можно использовать Даже просто пуговицы Мы на Заготовку сверху Приклеиваем еще глазики Вот такие Я возьму вот такие Для украшения Можно использовать Любые подручные Материалы Какие у вас имеются Можно Просто разноцветные Пуговки нашить Можно перышки Нарисовать У меня есть Вот такие Блестяшечки Наша сова готова Ее можно Нашить куда-то На сумочку Или носить Как украшения Можно использовать Даже вместо Закладки для книг Это был мастер-класс Друзья Ну а теперь Самое время Узнать свою судьбу Ну по крайней мере На сегодняшний день Гороскоп В эфире Овсянки Овны День даст шанс Укрепить существующие связи Наладить отношения с людьми Удастся прояснить Какие-то Неоднозначные Ситуации прошлого После этого Станет гораздо проще Двигаться дальше Тельцы День подходит Для обсуждения Важных вопросов Любого рода Людям, которые Прежде то и дело Спорили Сейчас удастся Понять друг друга И договориться О совместных действиях Недавние соперники Могут обнаружить Что у них много общего И даже начать сотрудничать Близнецы Сегодня Гораздо приятнее Будет строить планы И мечтать Чем заниматься Какими-то конкретными делами Важно не забывать Об обещаниях Которые вы дали раньше Из-за необязательности Отношения с людьми Могут на некоторое время Испортиться Раки У вас будет шанс Достичь целей Поставленных давным-давно В этом помогают Не только собственные знания Но и советы людей Опыт которых Внушает уважение Львы День может принести Какие-то мелкие затруднения Возможны моменты Недопонимания С близкими людьми Старайтесь вести себя Терпеливо И дружелюбно Тогда вам удастся Не только избежать Разногласий Но и обзавестись Новыми союзниками Девы Сегодня у вас Все будет складываться Хорошо Появятся Отличные идеи Реализация которых Станет возможной В ближайшее время Острая деловая Интуиция Поможет справиться С решением Многих вопросов Песы День благоприятен Для общения Вы легко находите Общий язык Даже с теми Кто совсем на вас Не похож А близких И вовсе Понимаете с полуслова Порадуют знаки Внимания И приятные сюрпризы Скорпионы Успехи которых Удастся достичь В этот день Едва ли будут Значительными Но настроение Вам наверняка Поднимут Можно переезжать Арендовать жилье Заниматься его обустройством Такие дела Ничуть не утомляют Вы остаетесь Довольны плодами Своих трудов Стрельцы Сегодня планы Вам приходится Менять на ходу Причем Времени на то Чтобы спокойно Обдумать Как следует Действовать У вас немного Кто-то другой В такой ситуации Обязательно Растерялся бы А вы быстро Принимаете Верные решения Находите способ Добиться своего Козероги Жизненный потенциал Высок Вам удастся Направить свою энергию В нужное русло Неудивительно Что у вас Многое получается Хорошо строить планы Или просто размышлять о будущем Водолей День порадует Приятными событиями Не исключены Неожиданные подарки Некоторые представители Знака получат помощь На которую не рассчитывали Рыбы Подходящий день Для начала новых дел В том числе И самых сложных Уверенность В своих силах Не покинет вас Ни на минуту Хорошо проходит Собеседование Встреча с потенциальными Деловыми партнерами Ну что друзья мои Самое время Позавтракать Хорошенько Я сегодня Решил себе Приготовить Такой Интересный Бутерброд Бутерброд с яичницей Для этого Конечно же Для начала Немножечко Маслица на сковородочку Ну люблю я просто На сливочном масле Иногда что-нибудь Обжарить Хотя кстати Вот для Такой сковородки Масло Это даже вовсе Не обязательно Потому что Это особая посуда От бренда Мистер Сковородкин У которой невероятное Просто фантастическое Антипригарное покрытие И именно Благодаря ему Масло Использовать Даже вовсе Не обязательно Я им пользуюсь Только для вкуса Итак Вот такой Сегодня Рецепт У меня Предусмотрен Друзья мои Посмотрите Пожалуйста Вот такой Я ксоч хлеба Без сердцевинки Кладу на сковородочку Для начала Нужно его Немножечко Подсушить Ну и далее Вот сюда В серединку Мне нужно Всего-то Навсего Отправить Яйцо Друзья Для того Чтобы этот Мой Бутерброд Получился Очень Интересным И необычным Итак Давайте посмотрим Как у меня Все это дело Получится Яичко В самый центр Ну а теперь Нужно Некоторое Время Для того Чтобы этот Бутерброд Дошел до Стадии Готовности А мы Пока Посмотрим Выпуск Новостей От моих Коллег Из новостной Редакции Далее Возвращаемся В Овсянку И нас Ожидает Музыкальная Рубрика И снова Здравствуйте Это по-прежнему Телеканал Первый Ярославский Утреннее шоу Овсянка Мы продолжаем Наше вещание Меня зовут Дмитрий Московский И впереди у нас Самое интересное Как вы знаете С каждым Бывают такие истории Когда вроде бы Ты поел Основательно Подкрепился Плотненько так И вот Пять минут Проходит И внутренний голос Тебе говорит Дима Поешь Дима Ну вот у меня Такое постоянно Друзья И здорово Что на этот случай У меня всегда Под рукой хлеб И всегда под рукой масло Вот сегодня К примеру У меня масло Сливочное Традиционное От плем Завода Ярославка Это будет очень вкусно И полезно Самое главное Ну что ж Пришло время Намазать Свой бутерброд Кстати Если такое Масло Вы будете Есть часто То вам И заказывать Его придется Очень даже Много На этот случай Есть замечательный Сайт Ярмолоко Именно там Я заказываю Масло И продукты От племзавода Ярославка С доставкой На дом Ну а сейчас Я приступлю К трапезе А вам пожелаю Приятного аппетита Если вы Займетесь тем же Ну и если Вы Оставите Включенным Телевизор На максимальной Громкости То тогда Музыка От ярославских Исполнителей Вас порадует Особенно Мощно Всем привет Софья Кременецкая Музыкальная рубрика Софья Кременецкая Это я Музыкальная рубрика Это вот здесь Вот тут Прямо сейчас Какое время на дворе Время Листьев Осень 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 И поэтому Группа Пыль Нам сегодня Продемонстрирует Свой клип На песню Время Листьев Музыкальная рубрика Желтые листья Падают Один раз Честно Музыкальная рубрика Время Как время Течет Носквозь Самый Чистый Легкий Урт И вас Все подожди ты Остальное Время Все подожди ты Остальное Разглевать мысли На голове Нероятно О вас Идет Музыкальная рубрика Музыкальная рубрика Музыкальная рубрика Прошло Прошло Время Истюкальная рубрика Кип Прямо сейчас Время Время Самый чистый Окин Внутри Окин Самый чистый Окин Внутри Окин Самый чистый Окин 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 С Окин 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что ж, посмотрели, взбодрились, немножечко проснулись, теперь-то можно и шагать в новый день. Ну а мы с вами встретимся совсем скоро, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. В нашем эфире самая познавательная рубрика. Если вы будете смотреть ее регулярно, то уж точно удивите всех своих друзей и знакомых расширившимся кругозором, а может быть даже победите в какой-нибудь интеллектуальной игре. Итак, наша рубрика «А вы знали?» Можете ли вы назвать хотя бы одну рыбу? Нечего и пытаться, такой нет. Потратив жизнь на изучение существ, ранее известных как рыбы, великий палеонтолог Стивен Джей Гулд пришел к выводу, что их никогда не существовало. С точки зрения Гулда термин «рыба» огульно применяют к совершенно разным классам животных – хрящевым, костным и тем, что с черепами, но без позвоночников или челюстей. Три этих класса разошлись гораздо раньше, чем возникли различные отряды семейства и рода. Таким образом, у лосося, например, намного больше общего с человеком, чем с той же миксиной. Для биолога-эволюциониста рыба – слово пустое и бесполезное, разве что как часть меню. В Оксфордской энциклопедии подводного мира написано, как бы невероятно это ни звучало, но такой вещи, как рыба, на свете не существует. Понятие это всего лишь удобный общий термин для описания водного позвоночного, не являющегося млекопитающим черепахой или чем-то еще. Все равно, что называть летучих ящериц и мышей птицами, лишь потому что те летают. Родства между миногой и акулой не больше, чем между верблюдом и саламандрой. И все же это лучше, чем было до того. В 16 веке рыбами звали тюлени, китов, крокодилов и даже бегемотов. Сегодня ими продолжают называть морских звезд, каракатиц, раков, моллюсков и медуз. Все они по любому научному определению вовсе никакие и не рыбы. Ну вот и все на сегодня. Это было шоу «Овсянка» на Первом Ярославском. Меня зовут Дмитрий Московский. Я желаю вам отличного дня, шикарнейших выходных. Пусть они пройдут действительно здорово, а погода вас обязательно порадует. До новой встречи уже в понедельник. Пока-пока. Доброе утро. Область просыпается. И снова новый день начинается. Первый Ярославский сделает твое утро бодрым. В отличном настроении пойдешь на работу. И не важно, маленький ты или взрослый. Утро надо начинать с «Овсянки». Все просто, чтобы сегодня все было отлично. Включай в 7 утра наше шоу «Это логично». «Овсянка», «Овсянка», «Овсянка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин